Позвольте с чувством глубокой благодарности вручить этот памятный знак, небольшой подарок от филиала «Азот». Детство Аллы Александровны Арефьевой пришлось на годы Великой Отечественной. Мама погибла, отца забрали на фронт. Маленькая девочка родом из Смоленска воспитывалась в детдоме с раннего детства. Кормили в казенном учреждении сытно, но без излишеств. Первые годы Алла Арефьева практически не помнит. Зато в памяти остался тот самый день в 1945 году. День Победы. Это я уже была не в другом. Нас постепенно перевозили из детского дома до школьного, видимо, в школьный. Это я запомнила, мы стояли, уже и в Вязьме была. И ждали, вот солнце было, нашего директора наградили орденом Ленина. А нам дали по шоколадке большой. И мы все смотрели, там руины, там все было. И мы все думали, вот к нам сейчас придут наши отцы и нас заберут. Папа Аллы Александровны нашел ее, когда она училась уже в пятом классе. Он остался инвалидом Великой Отечественной войны и не смог забрать дочь по состоянию здоровья. А потом девочка выросла, получила образование и приехала в Березники работать педагогом. Алла Арефьева – одна из тех, кто состоит в Совете ветеранов Азота. А детей войны здесь более 450. И у каждого своя история. Хотелось бы сказать еще раз огромные слова благодарности и всем участникам войны, дружникам тыла, тем, кто дожил до этих времен, и детям войны за те благодарность, тяжелые годы, которые они пережили. И вместе с этим они дали возможность нам, нынешнему поколению, жить под светлым, чистым небом. Совету ветеранов ежегодно филиал Азот выделяет более 16 миллионов рублей на различные мероприятия. И в том числе, конечно, в этом году большая часть этих средств как раз была запланирована на мероприятие к Дню Великой Победы. Депутат Азотчик Ольга Евтина лично вручила несколько памятных знаков и продуктовых наборов и высказала слова благодарности детям войны. А тем, кто не может прийти по состоянию здоровья, подарок доставляют на дом. Я слышал по телевизору, что относимся мы вроде к детям войны. А тут здесь организация наша организовалась ветром. Празднование 75-летия Победы продолжается весь юбилейный 2020 год. Напомним, к 9 мая участникам войны и труженикам тыла вручены памятные медали. В филиале Азот награды вручены 39 ветеранам войны. Торжественные вручения медалей и денежных сертификатов начались в марте 2020 года. На фоне пандемии каждое мероприятие проходит с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Редактор субтитров А.Семкин